Хорошо, тогда получается, что в ближайшие, я не знаю, сколько, кстати, вы этой власти отводите времени, кроме как тут идеология, значит, выбор невелик, идеология или война, или тюрьма. Раньше говорили от суммы и от тюрьмы, а теперь, значит, в России от войны и от тюрьмы. Это единственная перспектива в ближайших нескольких лет для России. Как вы оцениваете желание Путина построить новые диктаторские союзы с корейскими лидерами, с китайскими? Вы думаете, Китай и Корея рискнут связать судьбу своих держав и свою личную судьбу с нерукопожатым в Европе и в мире Путиным сегодня? Ну, вы знаете, я большой оптимист в отношении судьбы Украины в ближайшие годы и в ближайшие десятилетия, большой пессимист по отношению судьбы России. После Путина будет Путин. Мы, конечно, все дождемся смерти Путина, мы дождемся и революции, и гражданской войны, и больших потрясений в России, но ни до, ни после, ни во время, конечно, ничего хорошего не будет. Это как империалистическая война для Российской империи, все-таки закончилась большевиками, а не демократической республикой, которая могла бы быть в феврале 1917 года. Здесь не вышло. А что касается Китая и Северной Кореи, ну, Северная Корея, в общем-то, совершенно бессмысленно беспокоится о своей репутации. За ней уже репутация вполне себе за последние 70 лет закреплена. А у Китая, Китай, собственно, новый центр мировой геополитики, один из новых центров, конкурирующий с Америкой. И здесь можно, в общем, вполне передать лозунг Британской империи. У Британии нет вечных союзников, но есть вечные интересы. У Китая вот нет союзников, у него есть интересы. И если ему нужно будет, он делает то, что ему нужно. Не из любви, не из чувства долга, не из преданности, не из обязательств, а из собственных интересов. И вот сейчас его собственный интерес получается в том, чтобы Россия не проиграла в войне с Украиной. Надо это понимать. Но и не слишком-то выиграла. Вот для Китая очень удобна эта ситуация. Война в центре Европы, которая делает Россию младшим братом Китая, безусловно, младшим братом, просящим. И ослабление Европы тоже ему совершенно на руку, поскольку это дает ему возможность говорить не о все-таки трех центрах силы Америка, Европа и Китай, а о двух Америка и Китай. Так, все-таки, уже полегче. Скажите, а если действительно современная экономика России не нуждается в таком количестве земель, мы же видим, что город-сад в России ограничивается Москвой, Московской областью, ну и, может быть, Петербургом в некотором смысле. Тогда зачем Путину все эти земли? Вот, на самом деле, в 21 веке удерживать только, держав страхи свое население, это весьма-весьма затруднительный и дорогостоящий процесс. Как ему видится вот это дальнейшее развитие? Как вам видится вообще будущее России? Действительно империи нужно столько земель? Вы знаете, это удивительное все-таки сходство Путина с Гитлером. Уже, казалось бы, ну сколько можно, ну прекратите сравнивать Путина с Гитлером. Ну это уже, ну, очевидные какие-то банальные вещи. Ну вот вопрос территории, да, это же ровно то, что уже весь мир проходил сто лет назад. Великая Германия, Великая Германия, Великая Германия, Deutschland uber alles, да. И сколько же этой Великой Германии не хватает, прежде всего, земель на Востоке. Польша, Чехословакия, не хватает очень земель. И оккупация. Окупация территории Польши, оккупация территории Чехословакии. Ну, слушайте, ровно то же самое. Великая Россия встала с колен, и ей столько всего не хватает, прежде всего, земель. Ну, только не на Востоке, а на Западе. Все ровно то же самое. Почему вот так устроена диктатура, так устроен фашизм? Устроен именно так. Именно так мы имеем дело с фашизмом. Хорошо. Ну, если так, то фашизм должен умереть. А если начнутся внутриполитические процессы, то этот фашизм должны с ним сменить кто? Насколько либеральная идеология все еще актуальна в Российской Федерации, по вашему мнению? Вот эта система государственного управления. Мы время от времени к этой теме возвращаемся. Это все-таки будет, я не знаю, возвращение России в лоно там империи по части реформы системы государственного управления. Кто-нибудь из династии Романовых вернет свой престол в Россию. Или каким вам видится? Мне кажется, мы говорим про крах, но ведь на самом деле эту территорию нужно будет каким-то образом упорядочить и очеловечить, образовать. И не знаю, мы можем говорить о любом политическом процессе. Ну, понятно, что покаяние. И, может быть, покаяние в том числе за убийство царя. Как вам видится дальнейшее развитие? Потому что сейчас Россия – это страна действительно с огромной территорией, которая никак не удерживается и никак не окучивается в плане развития технологий и возможностей. И поэтому будет Россия проигрывать более технологичным государствам. Значит, тогда что? Возвращение к каким-то истокам. Что это может быть? И действительно ли русский либерализм живее всех живых? Давайте поговорим про будущую идеологию для России. Ну, вы знаете, будущего России пока вообще не видно, поскольку любые перемены в России начнутся с капитуляции, с признания победы Украины в войне, с покаяния. Покаяние не приходят сразу вместе с капитуляцией. А без покаяния никакое будущее невозможно. В конце концов, даже немцы, территория Германии, которая была оккупирована союзниками, и было подписано поражение, капитуляция, и то немцы встали на колени и покаялись. Это Вилли Брандт, канцлер Вилли Брандт. Это 1970 год. Семидесятый. После войны прошло 25 лет. И они тогда, после 25 лет после капитуляции, начали, собственно, заниматься пересмотром своих ценностей и пришли к тому, к чему, собственно, пришла Германия сейчас. Поэтому говорить о будущем России, мягко говоря, рано. Нам нужно пережить ее настоящее. А пережить это очень непросто. Очень непросто пережить это и внутри России, и украинцам очень тяжело пережить это. Российское настоящее. Можно сказать, что будущего не видно вообще. То есть то будущее, которое может быть, оно так далеко, что оно может быть пока любым. Это пока фантастика. Это пока машина времени Канандуэля. Это пока очень далеко. Пока мы видим только сейчас империалистическую войну, и где-то очень далеко окончание империалистической войны в виде революции и гражданской войны. Дальнейшее не видно. Там во время революции и гражданской войны говорить о либерализме, в общем, бессмысленно. Ольга, а как будет имя вот этого русского Вилли Бранта, который, ну, напомним зрителям, что Вилли Брант это был немецкий политик, который встал на колени во время посещения, там, 70-х, по-моему, было, когда он встал на колени при посещении русского гетто. Как зовут этого русского политика, который вот станет новым Брантом и сможет действительно принести это покаяние от имени всего российского народа? Я единственное, что могу сказать, что ему сейчас лет 25-30, может быть, поменьше, 20-25. Он, конечно, среди нас, он, конечно, уже вполне себе присматривается к политике. Я думаю, что он учится и наверняка уже кто-то знает его имя. Он попал в поле зрения либо правоохранительных органов, потому что он активист, либо в поле зрения своих преподавателей какими-то дерзкими интересными мыслями. Но и, возможно, он живет не внутри России, возможно, научится в каком-то университете на Западе, что, скорее всего. И, тем не менее, считает себя россиянином. Я не знаю, какого он гендера и какой он национальности, но это будет совершенно неважно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова